итак всем привет и сегодня мы значит поговорим на такую тему как курящие спортсмены очень много негатива в эту сторону и есть такие мифы и догадки которые типа сообщают нам о том что курящие спортсмены или вообще курящие люди но если всех обобщая да будем за всех говорить вот они тупее обычных людей тех которые не курят вот и вообще у них там какие-то процессы непонятные негативные происходят и очень-очень плохие я не спорю конечно да курение это очень плохо это вредная привычка от которой стоит избавляться она не только опустошает ваше здоровье сосуд вашего здоровья да но и ваши карманы потому что но это деньги в никуда по сути вот это отдать какому-то табачному магната чтобы он свозил своих детишек на оздоровление куда-нибудь в голландию или еще куда-нибудь вот так вот говоря о том что курение влияет на мозг и на психику и о том что люди курящие тупые ну это как бы ни о чем потому что есть такой яркий пример как альберт энштейн он кстати курил трубку и курил много поэтому сказать ли что он был тупой нет он был умный вот но есть конечно люди которые скажут что вот если бы он не курил он был бы еще умнее фух тупость 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 еще раз тупость можно говорить что то что я утверждаю тупость или не кто-то еще утверждает тупость но я никого не пытаюсь переубедите или что-то допустим доказать там свою какую-то личную позицию нет я лишь хочу сказать о том что курение не столь вредные как о нем говорят да это вредит конечно здоровье но это вредит только в том случае если вы курить очень много сигарет или табака то есть ведь есть разница да когда вы куришь пол пачки сигарет в день никогда выкуриваешь две пачки сигарет день понятное дело что чем больше ты куришь тем больше влияние идет на сердечно-сосудистую систему ведь никотин это алкалоид он раздражитель и он соответственно раздражает нашу нервную систему на нее влияет вот и влияет соответственно это все дело на сердечно-сосудистую систему из-за чего появляется тахикардия и задышка вот и задышка в основном появляется не из-за того что там какая-то пленка образуется в легких нет Дело в том, что никотин и никотивные смолы, они из легких выводятся. Понятное дело, что там все же срач происходит в легких, потому что курят очень много, и как бы организм просто не особо успевает очищаться. Поэтому какой-то процент там, допустим, грязи все-таки присутствует. Но если ты бросишь курить, то со временем это все дело, оно как бы оттуда выведется, и ничего там не будет. И курение это не так уж и плохо, в принципе. Другое дело алкоголь. Если сравнивать с алкоголем, то гораздо не лучше, конечно, но все же курение гораздо меньше влияет на организм, чем алкоголь. Алкоголь вообще все процессы уничтожает. Если сильно бухать, там начинаются патологические всякие вещи нехорошие. Также, допустим, алкоголь вреден очень для мужского организма, потому что в результате алкогольного опьянения, интоксикации, вот это и всего дела, вырабатываются эстрогены. А для мужчины эстроген это как бы не камильфо. Так что от алкоголя лучше спортсменам, конечно же, не то что отказаться, лучше воздержаться. Так что возвращаясь к нашему вопросу о курении, ну, это каждый для себя сам решает, курить ему или нет. Я раньше курил, и курил не потому, что там это было круто или еще что-то, а потому что мне, ну, хотелось, нравится курить, допустим, те, кто знают, о чем я, допустим, да, там выкурить утром сигаретку, вот, эти ощущения, конечно, очень хорошие, ведь алкалоид все-таки, да, токсин, наркотик, вот, и такие ощущения сигаретного опьянения по утрам, вот такие вот делишки, так что курить, конечно же, плохо, я не пропагандирую это дело, ну, если кто-то курит, это уже его личные проблемы. Я уже когда-то на эту тему ролик снимал, и довольно неплохо так вот посмотрели, откомментировали, кто-то за, кто-то против, я же никому курить не запрещаю, но и не одобряю. Вот, это да, это плохо, это вредная привычка, и от нее стоит, как бы, отказаться, потому что все же курево, оно убивает рецепторы, наше время, не убивает, оно притупляет вкусовые рецепторы, рецепторы с запахом, потом запахи плохо слышим, вкусы плохо чувствуем, вот, когда перестаешь курить, это все обоняние, они возвращаются и обостряются даже. Вот так вот, это что по поводу курения, так что, если есть какие-то соображения, предложения, допустим, можете писать в комментариях под видео, я обязательно все прочту, учту, и даже, может, с ним еще одно видео на эту тему, поэтому, как бы, это такой толчок для продаления, скажем так, диалога. Сегодня походите. Хотелось бы поговорить о таком жиросжигателе, как Black Spider, это, кстати, очень популярный жиросжигатель на сегодняшний день, он имеет как плюсы, так и минусы. Вот, плюсы его в том, что он может подавлять аппетит за счет того, что там содержатся кофеиновые вещества, вот, из зеленого чая, там, из черного чая, экстракт галлораны есть, цитрусы есть, тут у нас Сценен, Пипер, Гринти, Блыкти, Панакс, короче, тут у них есть куча всего, и также здесь есть экстракт эфедры, природный аспирин, там еще есть какой-то, я как-то в прошлом видео уже делал обзор на это дело, и, собственно, даже показывал содержимое капсул, что там содержится. Вот, и сегодня еще хотелось бы сказать такую тему, что на этот препарат, кстати, очень много подделок есть, и хотелось бы обратить, кстати, ваше внимание на то, сейчас вот поближе к камере поднесу, покажу, вот, почему стоит опасаться покупки этого препарата, потому что, вот, видите, здесь есть надписи на серебристой поверхности, да, вот эта вот поверхность, она должна оставаться на банке, она не должна оставаться на этикетке, это означает, что это подделка, вот такой вот мне препарат попался, подделочный, так что будьте очень аккуратным, но это я, если, конечно, не ошибаюсь, потому что сейчас найдется еще кто-то, что да нет, нифига, оно там не должно оставаться, это не подделка, что-то там, придешь, вот, поэтому вы там пишите, делитесь опытом обязательно, но это, чтобы вы знали, я сколько видео пересмотрел, сколько информации пересчитал, и все говорит о том, что данная продукция, это подделка, это не оригинал, на оригинале, значит, вот эти вот надписи, они должны оставаться на самой банке, а не на этикетке, так что вот такие вот дырешки, вот, что значит, опять же, я так перескакиваю с темы на тему, ну, в общем, можем сослать на то, что, как бы, еще неопытный блогер туда-сюда, но да ладно, вот, так, что касается по поводу положительных сторон этого препарата, как я уже сказал, он подавляет аппетит, повышает энергоспособность, усиливает жиросжигание, за счет экстрата эфедры в составе, плюс, там, кофеин, эспирин, они, как бы, синагируют вместе, защищу, ускоряющийся жиросжигательный процесс, ну, ускоряется, усиливается, это, в принципе, все, как бы, да, но самый главный нас момент интересует, это то, что он подавляет аппетит, потому что все мы знаем, что самое важное в похудении, на сушке, это диета, потому что без диеты ничего не будет, поэтому даже никакой препарат вам не поможет, и Black Spider тоже, кстати, вас никак не спасет, если вы не будете соблюдать диету, вот, поэтому то, что он подавляет аппетит, это очень, кстати, важный момент, потому что на диете порой всегда, ну, как порой, всегда даже хочется жрать, и очень сильно, вот, не все выдерживают это испытание, поэтому надо прибегать к некоторым веществам, есть еще, по-моему, вот такая штука, как сибутрамин, он тоже, кстати, подавляет аппетит и продается в аптеке, что касается, допустим, такого препарата, как пекаленат хрома, то он ни хрена не понижает аппетит, вот, на, я вот принимал его на сушке сколько раз, и как-то эффекта не заметил вообще, вот, и, ну, Black Spider, когда предыдущий у меня был, не вот эта вот подделка, или под ее, вот, как говорится, то там, да, там штука действительно работала, этот ни хрена не работает, повезло, наверное, конечно, что пустышка попалась, потому что могли насыпать и чего-нибудь такого нехорошего, чего могла бы быть аллергическая реакция, еще что-нибудь, в общем, поэтому будьте осторожны, всегда проверяйте, всегда читайте информацию по этому поводу, если у вас есть какие-то сомнения, всегда сверяйтесь, если есть люди, с которыми можно пообщаться, напишите, пообщайтесь, найдите кого-нибудь, чтобы докопаться до правды, такой же препарат оригинальный, а какой же. Сейчас очень много информации о том, всякие люди такие пишут, которые мог, благодаря ВЦА, набирают массу, да и вообще как бы ВЦА способны там вам чуть ли не 10 килограмм за месяц набрать, на самом деле это все выдумки, это все миф, на ВЦА массу не набрать. Почему? Потому что это, ну как бы, это никакое не анаболическое средство, это просто пищевая добавка. ВЦА это компоненты белка, алинокислоты, это то, из чего он состоит. То, что они незаменимы, это еще не означает, что вы сможете на них набрать какую-то там массу, какой-то анаболический толчок дать своему организму, чтобы набирать эту самую массу, развивать свою силу, нет. ВЦА годится для восстановления физических ресурсов, то есть то, что вы там потратили на тренировки, то, что у вас там сожглось где-то, на диете, чтобы, конечно, там какие-то катаболические процессы не происходили, то есть как-то более-менее купировать, ну остановить не получится вообще, но хоть что-то дать своему организму, как-то помочь, да, как витамины. То есть их, когда принимаешь, вот, ничего не чувствуешь, и когда не принимаешь, тоже ничего не чувствуешь, одинаковое себя состояние там и так далее, вот. Ну, если чуть-чуть так, скажем, ну не чуть-чуть, присмотреться так хорошенько, то в принципе можешь что-то и увидеть, то есть какие-то изменения положительные, что-то там в настроении, допустим, как-то лучше себя чувствовать стали, но это еще может быть и эффект плацебо. Так что касается массы, ВЦА никак не способны помочь в наборе массовом, они только могут помочь, когда все в комплексе работают, когда у вас много протеина, много каких-то других добавок, витаминов и так далее, все это в комплексе может помочь вам набрать вес. Самое основное, от чего зависит масса, это от количества калорий. Чем больше ты калорий съел, тем больше стал. Не бывает такого, чтобы ты не ел, там, допустим, не наедал свою норму по калориям, и при этом набирал вес, или не худел. Так быть не может, потому что организм, в принципе, он энергию из ниоткуда взять не может, потому что, чтобы организм рос, ему необходим, что? строительный материал. А чтобы строительный материал помогал этому росту, сопутствовал, его должно быть много, то есть переизбыток должен быть, тогда организм растет. Конечно, жировая прослойка, она тоже растет, но растет общая масса, и мышечная масса тоже растет, потому что деление мышечных клеток и волокон происходит только тогда, когда происходит вот этот самый профицит калорий, очень много калорий, очень много компонентов поступает, да, вот тогда и начинается строительство. только жировой ткани но и мышечной ткани может иначе просто роста не будет если вы будете не доедать и вы будете просто попросту сохнуть вот и медленно все же организм придет какому-то там истощению тогда вы можете совсем похудеть и в общем плохо вам будет также мы можем замечать замечали не раз допустим людей худющих но сухие жилистых но но ведь они худые правильно что там скажем так рельеф на костях кому нужно это мало кого интересует поэтому если мы говорим о бодибилдинге соревновательной фигуре если мы хотим построить хорошую форму то мы должны набирать веся очень много конечно очень много потом придется скидывать но качество формы вашей будет гораздо лучше чем если вы будете знать начинать там допустим с какого-нибудь сухого дрыща сушиться поэтому прежде чем переходить на сушку сначала нужно набирать массу и набирать много чем больше набрали тем лучше будет форма потому что если вы не сможете построить достаточное количество мускул то фигура у вас будет скажем выглядеть не очень хорошо она будет непропорционально где-то чего-то не будет хватать это дыры допустим и так далее а вам нужны мышечные пласты так что благодаря бца не в натуражку не вне натуражку и ими за там другими способами вес не набрать это все них как дополнительный источник питательных веществ да это вполне подходит для подпитки скажем так что волосы на попе не подали образно выражается вот так что вот такие дела есть и соображение какие-то там допустим доводы еще что-то статейки можете кстати скинуть мне в комментариях под видео я обязательно почитаю посмотрю если что даже сниму видео вот с какими-то там замечаниями вашими чтобы все было в общем по-нормальному так что давайте вести диалог общаться как-то обмениваться информации всем спасибо пока покупаете что-то в интернете и думаете как сэкономить начни возвращать часть денег с покупок в онлайне зарегистрируйся в кэшбэк сервисе и пиан пользоваться сервисом очень просто достаточно выбрать нужный магазин на сайте и пиан точка бизет и совершать покупки как обычно кэшбэк будет начислен автоматически вывести кэшбэк можно сразу после получения товара выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах регистрируйся в кэшбэк сервисе и пиан и будь счастлив